Неосторожное обращение с огнем – такова предварительная причина пожара в историческом здании. Построено больше двух сотен лет назад, оно выстояло. Сгорела только крыша и своеобразный штаб субботников. Здесь волонтеры держали инструмент, который помогал им поддерживать территорию в порядке. Пилы, триммер и прочее. Все, что в течение пяти лет приносили сюда добрые люди. Теперь организаторы субботников объявили новый сбор. Спасибо тем, кто уже откликнулся на эту просьбу. Мы кое-что закупили. Закупили один триммер. Нам немного подарили лопат и какой-какой инструмент. Но этого мало. Нам нужны пилы, нам нужны еще и ломы. В общем, много достаточно и расходных материалов. Обращаться можно к организаторам через соцсети – ключевая фраза «Субботники на спичке». Напомним, уборкой территории волонтеры занялись несколько лет назад, когда судьба здания была неопределенной. Им важно было привлечь внимание к тому, что объект разрушается. Несколько лет назад собственник появился. Реконструировать комплекс взялись барнаульские бизнесмены Евгений Ракшин и Надаршония. Но дело все это время не двигалось. Как нам объяснил Александр Деринг, полноценные работы были невозможны до утверждения особого документа – проекта охранных зон. Документ принимали долго, даже мучительно. Несколько раз его возвращали из Федерального министерства культуры в Барнаул для доработок. Наконец, весной этого года появился вариант, который всех устроил. Это было как раз накануне пандемии. Но пожар всколыхнул общественное мнение. Ряд общественников забил тревогу. Мол, не уберегли. И такими темпами барнаульцы могут потерять спичку навсегда. Некоторые стрелы полетели в собственников. Историк, активист Данил Дегтярев и вовсе заявил, что комплекс нужно передать из частных рук государству. Я считаю, что если это будет государственная собственность, то будет проще привлечь сюда различных частных инвесторов. Не одного инвестора, на которого можно свесить все расходы, сказав, что вот это твое, соответственно, неси расходы ты. А собрать всех, привлечь сюда, в том числе и широкое общественное движение, те же самые субботники превратить в регулярные и очень многочисленные акции. В качестве компромиссного варианта Дегтярев предложил организовать общественный совет, который будет контролировать процесс будущей реставрации и делать его максимально прозрачным. Впрочем, по имеющимся у нас сведениям, планы собственников по восстановлению спички даже после пожара не изменились. А вот ближайшие планы волонтеров – возобновить проведение субботников, возможно, уже на этой неделе. Архитектор Александр Деринк уверен, что в первую очередь необходимо восстановить крышу здания, причем откладывать этот процесс не стоит. Когда начнутся работы, возможно, станет известно в ближайшее время. Илья Кочетков, Алексей Фризин, Илья Халяпин. День с толком.